Здравствуйте! И стали руки мои как крылья. С вами Лени Смарагдова и рубрика «Сделано на коленках». А сегодня мы поговорим о том, что мы любим больше всего это деньги и искусство. Я делала пост в Инстаграме, здесь я продублирую текст внизу по поводу того, что мужчины как бы не рисуют, и что это абсолютно не мужское занятие. Давайте скажем сразу, доход художников-мужчин в мире, которые добились именно в самых-самых вершин, начинается от 400 миллионов долларов в год. Так что я не знаю, не знаю, будем развенчать мифы и конкретизировать. К нам бежит уже наша соведущая Пухляша, она добежала и уже готова присоединиться к нашему диалогу. Итак, что такое художники, мужчины и как? Они вообще молодцы, они очень хорошо зарабатывают деньги на самом деле. У них такой абсолютно тактический мозг. И российские мужчины почему-то дико перепуганы тем, что это дело только для домохозяек, жен, детей и всё прочего. Нет, на самом деле на протяжении огромного количества времени, веков даже возьмём, это было чисто мужское занятие. Ну, я не буду дублировать пересказами пост по поводу поста в Инстаграме, я его просто скину вниз. Читайте, читайте, мы любим читать. Мы возьмём нашего любимого художника Хёрста Демьера, Господи, что у меня с речью, и разберём, как он добился славы, богатства, удачи и всего прочего. Как говорится, талант художника и вообще талант предпринимателя — это адаптироваться к новым условиям, быстро перестроиться и, конечно же, хотеть заработать денег. За счёт чего мужчины и женщины Брид Артону, в том числе Хёрсту, заработал большие деньги? Первое — это они затронули темы, которые понятны каждому. Хёрст у нас взял тему смерти, он её активно массирует. И более того, он объединил свою личность со своими работами. То есть то, что делал в своё время Сальвадор Дали, когда он создавал свои работы, и в то же время его личность играла на публику. Второй момент, который помог заработать деньги, это как раз кризисы, которые возникали в Британии в 90-х годах. А именно, понижение дохода Саачи Самовок, собственно говоря, который потом их раскрутил. Он распродавал свою коллекцию дорогих художников и стал покупать молодых художников, потому что это намного дешевле. Также у нас обанкротился главный спонсор премии Тёрнеровской премии. То же самое, поэтому они понизили планку и добрались до молодых художников, которые стоили дёшево и сильно много денег не просили. Следующий момент, это то, что художники, имея в запасах огромное количество предметов искусства в виде картин, графики и скульптур, не могли это продать. И они вернулись к теме быстрого искусства, где не требуется огромного количества затрат. Это перформанс и искусство, которое сделано из предметов, которые можно взять на помойке. То есть ты делаешь выставку, ты это всё потом выкидываешь, но ты это всё фиксируешь. И самое интересное, что Банкси, который раскрутился за счёт своего стрит-арта, он обратился к тем же самым принципам. Он взял те темы, которые абсолютно актуальны для каждого из нас и понятны каждому из нас. Вывел это на улицу, да, лоубрау, искусство, что улица всё-таки ворвалась в эшелоны власти и лидеры мнений. Берётся стандартные, понятные темы со стандартными, понятными образами. Чуть-чуть это доводится, немного иронии докручивается. Делается максимальное привлечение СМИ. СМИ раскручивает художников по максимуму, особенно если они привлекают внимание. И задача художника, чтобы в том числе сделать своё имя, это попасть в СМИ, чтобы о них писали, чтобы о них говорили. И образы художников, которые создают свою работу, вполне органично впишутся в личную историю. Она может быть и в том числе придумана. Это также люди используют. Например, Банкси берёт вообще обезличивание, хотя все знают, что это команда художников. Огромное количество людей работает под брендом Банкси на эту корпорацию. И заметьте, они молодцы. И следующий момент, который они сделали, из-за того, что страна переживала экономический кризис. Те вот эти актуальности и стремление расшевелить публику, привлечь и сделать из искусства шоу. Диснлет для взрослых. Вот за счёт этого эти ребята и заработали. Поэтому, дорогие российские мужчины и мужчины, живущие в странах СНГ, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджан. Приходите в искусство. Возможно, вы очень много там в итоге заработаете. С вами была Леня Смарагдова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова